Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите ближайшие 15 минут. Убедительная победа. На выборах главы муниципального образования «Город-курорт Анапы» кандидат от «Единой России» Сергей Сергеев опередил соперников более чем на 30 тысяч голосов. Знакомство с мэром. Репортаж о новом главе города и задачах, которые он ставит перед собой и командой. Детский конкурс для настоящих леди. Маленькие анапчанки продемонстрировали свои многочисленные таланты в рамках конкурса «Мини-мисс-2013». 24 марта. В воскресенье анапчане выбирали главу города-курорта. Явка избирателей на выборах составила более 34%. Несмотря на холодный ветер и внезапно выпавший весенний снег, в общей сложности в Анапе проголосовали более 38 тысяч человек. И таковы результаты выборов. Уверенную победу на выборах главы муниципального образования «Город-курорт Анапа» одержал кандидат от «Единой России» Сергей Сергеев. За него проголосовали 32 462 человека, или 82,9%, что составляет более половины от общего числа голосов избирателей, отданных за всех включенных в избирательный бюллетень кандидатов. Почти на 31 тысячу голосов меньше набрал кандидат от КПРФ Виктор Тюрин. За него проголосовало 1549 человек. Он на втором месте. Кандидат от «Яблок» Алексей Егоров набрал 1362 голоса. Остальные кандидаты получили менее тысячи голосов. После предварительных итогов выборов представители шести партий, принявших участие в выборах мэра Анапы, сделали совместное заявление о том, что эти выборы главы города стали самыми демократичными за последние 15 лет. В них приняли участие 10 кандидатов от 10 различных политических партий. О том, как проходило голосование в Анапе, наш следующий сюжет. Циклон, накрывший Европу, не прошел и мимо Анапы. В воскресенье выпал снег, и гололедица помешала многим воспользоваться личным транспортом. Но, несмотря на это, патриотичные и влюбленные в свой город жители шли на участки, чтобы выбрать достойное будущее. Потому что в неравнодушной судьбе города успокоимся. Выбрать пришли. Все-таки мэра города надо выбирать, да. Поэтому мы хотим, чтобы порядок был в городе. Мы всегда ходим на выборы. Как сказать, гражданская обязанность. Ну, надо же отдать долг, слушай. Все же таки интересно, кто же будет у нас главой, как будут дела эти. Все же таки нам тоже интересно, как пенсионеров. Может, какие будут улучшения или же изменения. Все-таки будем надеяться к лучшему. На избирательном участке 0-2-10 в Центре культуры молодежной очередей курном не было. Но участок и не пустовал. Голосование шло довольно оживленно в этом густонаселенном микрорайоне. Даже несмотря на непогоду, в городе не стали ломать традицию отмечать выборы как праздник. Поэтому работали ярмарки-привозы, жарились шашлыки, звучала музыка. На всех избирательных участках работали наблюдатели. А соблюдать порядок органам полиции помогали общественники. Члены общественного совета должны во время голосования и, кроме того, побывать практически на всех избирательных участках. И посмотреть, насколько все слаженно, организованно проводится. На данный момент каких-либо нарушений в организации выборов, внесения службы сотрудниками полиции не выявлено. И сегодня избранный глава Сергея Сергея в Твиттере выразил благодарность. Анапчанам, пришедшим на избирательные участки и поддержавшим его. И заверил, цитата, Гарантирую, ваши ожидания будут оправданы. Нас ждет большая работа во всех отраслях. Будет непросто, но я чувствую вашу поддержку и знаю, у нас все получится. Перемены будут. Перемен ждут все анапчане, и они действительно нужны курорту. На нового главу возлагают большие надежды все жители курорта. Сергееву придется нелегко, но он заверяет, что готов к любым трудностям. Его уже многие знают. За время, что он исполнял обязанности мэра, он успел зарекомендовать себя как человек слова и дела. Курс на развитие курорта он уже задал, и анапчане его поддержали. О главе города и о задачах, которые он ставит прежде всего перед собой, наш специальный репортаж. Уходящий год принес Анапе перемены. Их, по правде, давно уже ждали. Словно ответив на все чаяния анапчан, исполнять обязанности главы муниципального образования города-курорт Анапа было доверено человеку, которому городское хозяйство, его экономика и социальные проблемы, так же, как и проблемы агропромышленного комплекса, не просто хорошо знакомы. Он умеет брать ответственность на себя за их решения. В свой первый рабочий день, как и все последующие, он начинал и заканчивал на улицах города. Объехал все сельские округа. Заходил в магазины, беседовал с людьми, посещал детские сады, осматривал стадионы, оценивал дороги сам, не по докладам чиновников. Предпочитаю сам увидеть ситуацию, чтобы мне никто не мешал, не подсказывал, не навязывал свое мнение. То есть, после того, как увидел, тогда я буду выяснять, просить подсказок, выслушивать чьи-то мнения. И строго спрашивал. И давал поручение к немедленному исполнению его требований. С первых дней. Ведь мимо очевидных проблем ходили, не замечая годами. Это что такое? Ждут, когда пацаны туда залезут. Ни замков, ничего. И ограждение. Это же оно лет сто падало, это ограждение. И удивительное дело. Находятся и ресурсы, и возможности, и люди для решения вековой проблемы. Своей манерой общения, отношением к делу, желанием открыто говорить о проблемах курорта, умением оперативно не откладывая в долгий ящик решать вопросы, Сергеев возвращает людям надежду на то, что в Анапе будет порядок. Для вас я не видел, чтобы я занимался вот этим. Обычно занимаюсь моим планом. Сергеев терпеливо выслушивает еще одну историю, как за свои деньги несколько лет люди не могут подвести газ к своим домам. И определяет задачу, которую, как и многие высказанные им позиции, тут же разберут на цитаты. Надо сломать устоявшуюся систему, вы понимаете, да? Через колено сломать. Звучит это на самой первой планерке в администрации в обращении к чиновникам. Значит, сразу говорю, при работе со ссенением, всем присутствующим в зале, ответ, что мы не решаем эту проблему, потому что нет денег для жить, я очень жестко буду с этим. Нас до этого избирали, назначали, мы сами пришли во власть, каждый из вас руки подойдет, у кого за уши тянули сюда. Нет рук. На встрече в администрации станицы Анапской. И я буду работать, ну так как работал, я ничего менять не буду. А вы будете работать по моему образу и подобию. А это значит смотреть вокруг себя по-хозяйски. Всегда можно сделать лучше, чем было до сих пор. Должно быть четкое понимание, для чего ты работаешь. Вот запретил главам говорить, что отвечать людям на любой вопрос. У нас нет денег. То есть нет денег, тогда складывай в себя полномочия, уходи с работы. Ты же зарплату получаешь, значит деньги есть в бюджете на заработную плату. На встречах с людьми он часто повторял, что руководитель не сможет наладить работу сотрудников, если не будет систематически требовать от них выполнения их задач. Я один раз прошу всегда, как минимум один раз. Пытаюсь убедить. Требования это уже второй этап реализации намерения. Надо ставить условия, надо ставить сроки. И самое главное контролировать. В детстве отец Сергея Павловича, прораб МСО, брал сына с собой на стройку. Подросток хорошо знал, что сложить кирпичи на подон в торопях и как попало, он просто не имеет права. Терпение и аккуратность сначала были подражанием отцу. Затем это стало его жизненными правилами, как и неуспокойность, неравнодушие к беспорядку вокруг. Ну вот посмотрите, как тут можно спокойным оставаться. И нормально, вот хотят, чтобы видеть доброго главу, доброго человека, да? Как можно быть добрым после вот этого увиденного? Я пояснение дам. Это виноградники. Это земля сельхозназначения, которая должна работать, должна приносить прибыль, чтобы вот этому хутору, который рядом здесь, за ней, можно было постелить новый асфальт, провести новые линии электропередач. За эти деньги, за налоги. Поэтому, когда о Сергееве говорят, что он знает о курорте как отрасли, стоит просто провести вместе с ним один его рабочий день. В нем все. От понимания экологически бережного отношения к уникальным пляжам, дорочительного обращения к землям вокруг курорта, свидетельствуют о его более глубоком понимании задач и перспектив градообразующей отрасли. Анапа для него – это город без окраин. Полоса аэродрома, нашего аэропорта, который принимает тысячи и тысячи гостей. А вот это, вот это, как раз, все они видят, если по правому борту сидят, если отсюда посадка идет. Вот они видят, приземляясь в Анапу, они прилетели на курорт, у людей прекрасное настроение, мешки денег, они нам везут налоги и все остальное. И увидели, вот, куда они прилетели. Первое впечатление, оно чаще всего бывает решающим. Считается, что руководитель – это не профессия, а общественная гражданская позиция человека, чьи взгляд на мир и отношения к окружающим зачастую формируются еще в детстве, где основу всему закладывают родители. Я заучим работала в школе, заучим, знаете, как двусменное занятие в школе, с утра до вечера в школе, ухожу, раздам им задания, вот это ты сделаешь, это ты сделаешь. Но, правда, они всегда выполняли, все делали. Сергей, если что надумал, он все выполняет, все сделает. На него можно положиться, можно положиться. Вот, он будет работать честно. В Центре детского творчества прошел, ставший уже традиционным, конкурс среди девочек «Мини-Мисс-2013». Жюри оценивало таланты конкурсанток, их артистичность, органичность, полет фантазии и умение держаться на сцене. Пять юных первоклассниц показали все свои творческие способности и доказали, что каждый из них достойно звания «Мини-Мисс». Из пяти маленьких учениц школ выбирали девочку, которая сочетает в себе улыбку и хорошие манеры, обаяние и умение преподнести себя, которая очарует всех с первой минуты и не разочарует до конца конкурса. Именно такой девочке и будет присужден титул «Мини-Мисс-2013». В первой номинации «Я такая разная, то капризная, то прекрасная» ученицы конкурса рассказывали о себе и о том, какими они представляют себе свое будущее. Ксения Пастернак из шестой школы хочет стать спасателем бездомных животных, создать для них приют. Ученица шестнадцатой школы Дана Власова мечтает о том, чтобы мама с папой побыстрее достроили дом и чтобы бабушка не болела. Англина Малькова из четвертой школы мечтает о братике, говорит, что ее настроение меняется, как погода. Сегодня ей хочется быть актрисой, а завтра – восточной красавицей. Честь двенадцатой школы защищала Диана Богданова. Рассказывая о себе, она искренне признавалась, что просто хочет обычных детских радостей, иметь много игрушек и часто есть мороженое. Ученица гимназии Эврика Анастасия Лебедева уже точно для себя решила, в будущем будет не иначе, как артисткой. Умна, стройна и чуть капризна. Люблю спорт и поиграть. Скажу, друзья, вам по секрету, мне очень хочется артисткой стать. Юные красавицы демонстрировали знания современного этикета, показывали свои навыки в художественном творчестве, говорили комплименты своим бабушкам, нужно было показать имеющийся запас добрых слов. А в творческом конкурсе пили, плясали, читали стихи и демонстрировали успехи в спорте. По итогам конкурса титул «Мини-мисс-2013» завоевала ученица гимназии Эврика Анастасия Лебедева, которая празднила жюри своим разносторонним талантом. Всем участницам были вручены подарки от Центра детского творчества, магазина «Винни-Пух» и группы компаний «Телетрейд». Праздник получился просто замечательно. Девочки все такие, бояшки, принцессы, маленькие принцессы. Успехов всем девочкам. Растите большими, умничками, помогайте папам и мамам, и пусть все будет замечательно. Главным призом для победительницы ее семьи стал призовой торговый счет на сумму 3000 долларов от группы компаний «Телетрейд». Мы считаем, что дети – это цветы жизни, и они должны развиваться, должны жить в настоящем будущем, в финансово благополучном будущем. И поэтому наша компания сделала призы и подарки для всех участниц. И главным призом для семьи-победительницы стал ее первый финансовый вклад в бюджет семьи – это торговый счет на 3000 долларов. Праздник красоты, юности и таланта удался и доставил всем только положительные эмоции, так как все участницы доказали, каждая из них достойна звания «Мини-мисс». Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Анна Прегион. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Во вторник, 26 марта, в Анапе будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в дневные часы 2-4 градуса по Цельсию, ночью около нуля. Атмосферное давление 756 мм в ртутного столба. Ветер северо-восточный 7-9 метров в секунду. Температура морской воды в Анапской бухте 7 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются. Времена!